МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы отшумели, отгремели и потихонечку уходят в историю. Мы начинаем постепенно понимать, что существует и жизнь после выборов. Более того, я скажу, что нормальному человеку и не казалось, что выборы это очень важно. Многие не заметили, что они у нас были, но мы уж тут по профессиональной своей особенности уделили им очень много внимания. В первую послевыборную неделю событий в республике было, конечно, очень мало. Кто-то отдыхал, кто-то уехал, и погода была хорошая. Опять же, кое-что происходило. Начнем по порядку и вовсе не по значимости. Началось обсуждение формирования Совета по правам человека при главе республики Башкортостан. Этот новый для республики орган был заявлен Радим Хайбировым буквально перед выборами. Мы помним, как он прямо в эфире на БСТ даровал одно из мест в этом непонятном органе Зульфия Гайсиной, видимо, торопясь отметить ее неизмеримый вклад в его собственную избирательную кампанию. В общем, конечно, разговоров много. Ну, это и, в принципе, понятно и нормально. Не было никогда такого совета в республике Башкортостан. И вот опять. Собственно, мнения разделились. Помимо того, что идут горячие споры о том, кто должен быть в этом совете, и Радим Хайбиров в своем блоге или, как это сказать, в аккаунте, значит, возопил о том, что он не знает, кого туда назначать, и посоветуйте ему, кто там должен быть. Так вот, помимо этого, конечно, более серьезным вопросом, наверное, является то, зачем и почему появляется этот орган, что он будет делать и какие цели он преследует. Ну, понятно, что в определенном смысле создание Совета по правам человека в республике на республиканском уровне это некая калька с федеральной конструкцией. И довольно странно наблюдать, что в момент, когда Совет по правам человека Российской Федерации превратился в окончательно уже дискредитировавший себя орган, он увядает, он перестает быть значимой единицей в системе управления и существования вообще государства российского. И тут Ради Хабиров, значит, затеял такую же штуку в Башкирии. Но определенное отставание в развитии, безусловно, есть. Определенное вот это вот запоздалое копирование федерального вождя у него присутствовало практически всегда и в поведении, и в манерах, и в подходах, и в кадровой политике, и так далее. Там вот эти вот «своих не бросаем», там «Киреева не отдадим на съедение силовикам», и так далее, это было, конечно. Тут надо понимать, что Хабиров — это некий клон Путина. Неплохо было бы понять и цели задачи этого совета именно для Хабирова и для общества, например. Ну, формально будет, наверное, выглядеть так, что этот совет будет отыскивать и пресекать какие-то нарушения в области прав человека в Республике Башкортостана. Мы знаем, что права человека в Башкирии и в России многообразно нарушаются в самых различных сферах. Речь идет и о базовых правах на определенные возможности, право на образование, право на здравоохранение, да, в конце концов, право на саму жизнь, так и, в общем-то, в узкоспециальных, юридических и сферах, связанных с правоприменением. Я имею в виду произвол силовиков, я имею в виду нарушение прав человека в местах лишения свободы и все такое прочее. Ну, честно говоря, Федеральный совет по правам человека доказал, что подобные общественные и формально негосударственные объединения не в силах противостоять системе насилия и нарушения прав человека, но зато очень удобны для как бы размывания проблем в определенных таких критических ситуациях. Хорошим примером вот этого лукавого участия Совета по правам человека в подобных вещах является Сибайская проблема. Мы все помним, что в отчаянии, когда уже не могли погасить эту проблему, обсуждение ее, и на грани, будучи глобального федерального скандала, Хабиров и его команда запросили помощи Москвы. Из Москвы приехал вот этот Совет по правам человека, чего-то поездил по Сибаю с умным видом, потом уехал. Прошло довольно много времени, и Совет по правам человека выдал там какие-то рекомендации. Все это, конечно, носило характер исключительно такой отвлекающего маневра. Тут большие люди из Москвы, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, да боже мой. Сибай, там половина народа в умреке лежала, они там главу своего города видят раз в месяц по большим праздникам. Ну, в общем, если цели и задачи нашего регионального Совета по правам человека примерно такие же, то, конечно, это беда-беда. Ну, и есть еще такая совсем уж такая плохая, нехорошая версия. Я очень не хочу, чтобы она состоялась. Я хочу, чтобы она была обманной и неправдоподобной. Но, тем не менее, она существует. Так вот, высказывается мнение, что Хабиров в определенном смысле готовит для себя некую ширму, некий инструмент прикрытия каких-то грядущих нарушений прав и возможностей людей в республике. Но это вообще пугающе. Конечно, судя по его, конечно, действиям, его неким заходам и тем событиям, которые произошли в последнее время, конечно, подобные допускать можно. Я имею в виду репрессии в отношении и активистов Навального, хотя это скорее федеральная история. Я имею в виду наезды многочисленные на средства массовой информации. Я имею в виду наезды и на меня личные, и на мой канал, и всевозможные намеки на переломанные ноги и судьбы, которые я слышу время от времени в последнее время. В общем, конечно, настораживает. Я бы не хотел, чтобы вот эта третья версия о том, что Совет по правам человека будет неким адвокатом дьявола при Хабирове, я бы не хотел верить. Но и про кадровый состав этого Совета, конечно, стоит поговорить. Единственным заметным маневром в этой области была попытка предложить Наташе Павловой главному редактору коммерсанта место председателя этого Совета. Слава Богу, Наташа отказалась, потому что очевидно, что это была некая уловка и попытка обезглавить одно из самых объективных, качественных и неудобных для властей изданий в Республике Башкортостан. Слава Богу, Наташа отказалась, я очень рад. Я надеюсь, что она понимает, что она ничего не потеряла, что это все лукавые заходы, а ее деятельность на посту главреда коммерсанта очень важна для Республики Башкортостан. На прошедшей неделе случилось то, чего не случалось довольно давно в Республике Башкортостан. Я имею в виду, произошла адресная информационная атака на отдельно взятого человека. Ну, я не беру в расчет свою собственную скромную персону, не беру вот эти, в расчет вот эти вот передачки на БСТ и всякие, значит, постики Мурзагула. Ладно, я, как говорится, здесь никто и звать меня никак, но на прошедшей неделе произошла атака на нашего будущего премьер-министра Андрея Назарова, и это было спланированное мероприятие. Ну, я как специалист вам скажу, что это действительно было так, потому что очень правильно организовано было хронологически появление вот этих многочисленных материалов, как в текстовых версиях интернет-изданий, так и вот этот ролик про корпоративное видео, которое, значит, внезапно было извлечено из пыльных сундуков и показано всем. Более того, ролик и вот эти статейки все сопровождались завываниями определенного круга, значит, там, как бы блогеров Уфы, там, Виктория Куприянова, еще некоторые другие, значит, начали ахать и охать на тему, как все это ужасно, как все это неприлично. Вот хотелось бы поговорить об этом и об этой истории, разобраться, откуда это взялось, насколько это все объективно, куда это все направлено и какие цели и задачи были у этой информационной атаки. В общем, на прошедшей неделе случилась адресная атака на Андрея Геннадьевича Назарова в перспективе премьер-министра правительства Республики Башкортостан, о чем непрозрачно намекнул дорогой Ради Фаритович на прошлой неделе. И эта информационная атака носила характер, конечно, весьма своеобразный. Из всех пыльных сундуков и небытия были добыты все легенды и мифы древнего Сибая, вспомнили все, что могли вспомнить, и даже то, о чем никто не помнил, и то, чего совсем не было. Заново были прокручены во всех лентах социальных сетей и некоторых СМИ вот эти все какие-то съемки Краулова, какие-то еще фильмы-фильмицы. И вот этот забавный ролик, корпоративное видео компании Гранель. В общем-то, конечно, тут надо бы порассуждать о реакции. Она была в определенном смысле предсказуема, потому что какая-то часть сообщества и сетевых групп начала причитать на тему Вай-Вэй, как же так, там, песня из «Крестного отца» и так далее. Но вообще надо понимать, что примерно 70% населения этой страны вполне себе слушает и напевает в автомобилях шансон еще более ядреного содержания. И на калимне, кольщик, купола и Владимирский централ, в общем-то, на каждой пьянке-гулянке звучат регулярно, а то и на выпускных вечерах в школах. То есть не надо здесь кривить душой и лукавить. Эта часть субкультуры, какой бы отвратительной она ни была, она глубоко, в общем-то, вошла в жизнь российского общества. Причин этому огромное количество, этому посвящены целые научные работы, и мы, наверное, сейчас не будем это обсуждать. Я говорю о том, что в довольно-таки рядовом событии и, в общем-то, глуповатая история, поглумились ребята, пошутили. И, собственно, это было достаточно личное явление. Фильм снимался для себя, для показа своим сотрудниками, и, так сказать, для прикола. Было обнаружено вот этой нашей бдительной общественностью, что-то такое жутко криминальное, чуть ли они там не на крови клялись, значит, убивать, резать и грабить. Ну, в общем, реакция, конечно, была гипертрофированной совершенно, в определенном смысле срежиссированной. Вот эти, так сказать, опорные товарищи, которые запускали это все в сеть, там всякие Куприяновы и прочие, значит, они наводили на мысль своих читателей и зрителей. Ну, технология, собственно, довольно-таки примитивная и понятная. Вброс был срежиссированным и скоординированным. Собственно, чем это все может закончиться, и закончится ли это чем-то, и будет ли иметь эффект? Некие горячие головы из числа доморощенных экспертов оценили этот акт, эту атаку, этот вброс в целые 50 миллионов рублей. Я не думаю, что это столько стоит, кроме нескольких федеральных там изданий, типа телекомпании «Дождь» и еще там парочки каких-то, значит, особенно дорогостоящих мероприятий я не обнаружил в сетке этой информационной атаки. Ну, да ладно. Я полагаю, что все-таки результаты этой атаки не будет никакой. Назначение Назарова так или иначе случится. А вот заказчики и интересанты этой атаки, конечно, более интересны, чем сама суть этого события. Кто может быть заказчиками? Ну, здесь, конечно, довольно узкий круг лиц. Подавляющее большинство экспертов склоняется к тому, что это дело рук Сарбаева, но я лично так не считаю. Я полагаю, что есть варианты. Слишком уж все отчетливо указывает на Раиля Сальховича. Надо понимать, что если Назаров будет назначен на пост премьер-министра, а это, скорее всего, так и будет, то судьба Сарбаева сложится не самым лучшим образом. Они заклятые враги с давних пор, и это знают все. Причина этой вражды лежит в глубоком прошлом. Там много событий в Сибае, и вокруг Сибае, и потом. Но, тем не менее, я пока еще не склонен однозначно утверждать, что это дело рук Раиля Сальховича. Хотя, конечно, определенные признаки по стилистике тут есть. Само по себе назначение Назарова надо, пожалуй, что оценить заранее, чтобы потом понимать, кем он нам представлялся изначально перед назначением на этот пост, и что произойдет потом. Сейчас я скажу некоторые вещи, после которых, возможно, часть моих зрителей начнет кидаться бумажными стаканчиками в экран, но, тем не менее, я их скажу. На самом деле, я приветствую приход Андрея Геннадьевича Назарова на пост премьер-министра Республики Башкортостан. И вот почему. Не потому, что я давний фанат или член команды Назарова, или я его очень люблю по какой-либо причине, мы даже с ним не знакомы, но у меня есть ряд аргументов в пользу того, что назначение Назарова скорее хорошо, чем плохо. Понимая, что Назарова назначает Хабиров исключительно из личных соображений, вместе с тем, я понимаю, что, наверное, теперь в Республике Башкортостан иной модели кадровых решений и не предусмотрена вовсе. Чтобы занять сколько-нибудь важный пост в правительстве, а уж не говоря о премьер-министре, конечно же, надо быть лично аффилированным с Хабировым и быть его там другом, товарищем, либо хотя бы компаньоном. А в случае с Назаровым, наверное, это меньшее зло. В том смысле, что представьте себе, если бы Хабиров вдруг назначил премьер-министром какого-нибудь своего другого друга, например, Ахмадинурова. Вот тогда да, тогда бы была катастрофа. А вот тут меньшее зло. Во-вторых, Назаров, на мой взгляд, объективно обладает теми деловыми качествами, которые необходимы для попытки оптимизации работы правительства Республики Башкортостан. Я понимаю, что Андрей Геннадьевич попадает в чрезвычайно жесткие условия. С одной стороны, Хабиров не позволит ему полной самостоятельности на этом посту, он не позволит ему по своему усмотрению принимать кадровые решения в полной мере, однако, вероятнее всего, некая мера свободы Назарову все-таки будет дана. Воспользовавшись этими возможностями, Назаров может вычистить из правительства самые деструктивные элементы, которые там есть. И это можно будет только приветствовать. Дело в том, что уже даже за последние 10 месяцев сформировался некий пул министров и руководителей комитетов, которые однозначно тянут на дно экономику Республики Башкортостан. И нужно с этим срочно что-то делать. Если даже с этой задачей Назаров справится, это будет очень хорошо. Кроме всего прочего, у Назарова действительно существует некий потенциал привода в Республику крупных капиталов, а значит создание несколько лучшей экономической обстановки на территории. Я говорю о том, что Андрей Геннадьевич Назаров, пока он был в Москве и Подмосковье, сформировал весьма устойчивую и крепкую структуру, я имею в виду группу компаний «Гранель», которая является крупнейшим держателем банкоземельных участков в Подмосковье. Ну, если, к примеру, вот по моим данным, если застроить все участки, которые получил под застройку Назаров в Подмосковье, то общий объем стоимости недвижимости на этих участках составит почти полтриллиона рублей. То есть 410 миллиардов рублей, по моим подсчетам, по самым скромным и заниженным подсчетам, стоимость потенциально возможного жилья на тех участках, которые есть у Назарова в Подмосковье. Это важный момент. Почему он важен для Башкирии? Это в определенном смысле некий авторитет для инвесторов, которых потенциально можно завести на территории Республики Башкортостан. Я очень надеюсь на то, что Андрей Геннадьевич, кроме того, что он будет наводить порядок в правительстве, займется и вплотную вот этими вещами. Все, что касалось инвестиций в предвыборный период, я имею в виду все вот эти 32-миллиардные логистические центры Носкова и прочие фантазии, которые были озвучены и Хабировым, и прочими причастными к делу, конечно, в расчет брать не стоит. По-настоящему инвестиции или будут, или не будут в Республике Башкортостан, конечно же, после выборов. Ни один нормальный инвестор в условиях нестабильности политической конструкции региона, конечно же, инвестировать не намерен. Теперь как бы конструкция создана. Плохая она или хорошая, согласны мы с результатами выборов или не очень, это не важно. Для инвестора сложилась некая конструкция, когда он видит руководителя, видит его команду и так далее. Так вот, посмотрим. Очень важно, чтобы Назаров воспользовался всеми своими потенциальными возможностями и всем своим авторитетом вне Республики, для того, чтобы в Республику затащить инвесторов. По закону, после избрания нового главы Республики Башкортостан все правительство в полном составе подает в отставку и переформируется. Ну, таков ритуал. Так вот, в преддверии этого события, конечно же, начались всевозможные подковерные явления в части попытки дискредитировать друг друга, в части там, слить каких-нибудь членов правительства и так далее. То есть, и ярким событием на этой неделе была публикация огромного количества материалов по неисполнению национальных проектов рядом ведомств нашего региона. В центре, конечно же, вот этой критики находился Минздрав. По Минздраву вообще все очень не здорово. Господин Забелин, судя по всему, не вполне справляется с теми задачами, которые перед ним поставил Дмитрий Анатольевич Медведев, когда практически насильно внедрил его в эту команду Хабирова. Многие причастные знают, что Забелин, в общем-то, это не член команды Хабирова, а привнесенный человек из Москвы, личный друг Дмитрия Медведева, человек, который, видимо, претендовал на некий переход впоследствии из Башкирии в Москву на какое-то очень серьезное место. Но вот что-то стало идти не так. Огромное количество претензий к деятельности Минздрава в республике, причем претензии эти планомерно и системно были всегда в последние 10 месяцев. Последнюю неделю выявился ряд нарушений в области закупок Минздрава. Федеральная антимонопольная служба пачками отменяла контракты и закупки по линии Минздрава. Причем ряд из них носит совершенно какой-то безобразный, примитивный характер, я имею в виду нарушений, носит вот такой характер, что там буквально на каких-то лазерных принтерах люди пытались что-то сделать неправильно, не на сложной медицинской технике, а именно на простой бытовой. В общем, Минздрав, конечно, в центре вот этой критики, это безусловно. Ну, следом за Минздравом идет ведомство мадам Бойцовой, которое показало нулевое исполнение одного из федеральных целевых проектов, национальных проектов. В общем, я думаю, что серьезные изменения коснутся состава правительства после того, как оно уйдет в отставку и начнет возвращаться назад. Кандидат, кое-кто не будет возвращен на свои посты. В числе кандидатов на выбывание из правительства называют и господина Мухаммедьянова, и мадам Бойцову. Забелин, вероятнее всего, конечно, удержится, потому что у него такие очень серьезные покровители. Ну, в общем, есть кандидаты. Я думаю, что в ближайшие буквально две недели мы поймем, кто у нас остается, а кто уходит. По Минздраву на прошедшей неделе случилась одна очень забавная история. Видимо, понимая вот эту вот, ну, как бы волну критики, которая возникла и в СМИ, и в обществе по поводу их деятельности, Забелин в отчаянии через рупор всебашкирской правды агентство Башинфорум сообщил изумленной публике, что средняя зарплата врача в Республике Башкортостан составляет 64 тысячи рублей. Новость эта до глубины души поразила врачей Республики Башкортостан. Я получил несметное количество просто каких-то вот, ну, в комментариях и в личных сообщениях всяких воплей, типа, о чем они говорят, где там 64 тысячи, там, дайте мне его адрес, ну, и так далее. То есть, вот это вот, ну, такое вот заявление о зарплате в 64 тысячи рублей, конечно, на мой взгляд, было самоубийством с точки зрения пиара, самопиара или вообще продвижения ведомства в медийном пространстве. Перед выборами совершенно угасла тема обманутых дольщиков, и это объяснимо, потому что похвастаться в этой сфере было совершенно нечем. Тема эта очень больная, сообщество большое. Я понимаю беспокойство Белого дома о том, что дольщики могли там выйти на какие-то акции, там, испортить пасторальную картинку перед выборами, вот этот вот мир, дружба и жвачка. Ну, в общем, выборы отгремели, а тема осталась. Проблема не решена, проблема не решается. Я, конечно, попытаюсь пройтись по привычным опорным точкам в этой области. Миловский парк сказать нечего, ничего не происходит. Новобулгакова сказать нечего, ничего не происходит. Иглино сказать нечего, ничего не происходит. Горбкомпании Горбстрой. В последние недели дольщики госстроя и, в частности, объекта на Комсомольской стали самообъединяться. В группах дольщиков было достаточно интенсивное движение. Люди договорились, скинулись маленькими деньгами, там, буквально по 100-50 рублей. И на эти деньги заказали выписку из Росреестра о состоянии их объекта. Это первое их согласованное действие вне контакта с господином Базиковым либо с самим административным блоком госстроя. Получив эту выписку, дольщики стали анализировать, насколько правда, что все квартиры распроданы, а денег больше нет, и вы держитесь. Либо какая-то часть квартир не распродана, и есть потенциал финансирования их объекта. В общем, этот анализ продолжается. Сам по себе вот этот факт очень радует в том смысле, что люди смогли объединиться и начать какие-то скоординированные действия. Я так понял, что они не особенно доверяют обещаниям Базикова найти в ближайшее время инвестора, который там вольет миллионы и миллиарды в кровеносную систему группы компаний «Госстрой». Есть причина для этого недоверия. Дело в том, что Базиков так и не назвал, кто этот потенциальный инвестор. Никаких намеков, ни полуназваний, ничего. А сам потенциальный инвестор так все еще не появился. В общем, группа компаний «Госстрой» балансирует на грани некого нового конфликта между дольщиками и самой компанией. Посмотрим, как это будет развиваться в ближайшее время. Серебряный ручей. От малого к большому. Продажа нежилых помещений в 9-10 доме завершилась. Деньги управления административных зданий, которое приобрело эту недвижимость, перечислила застройщику, и перспектива достройки 9-10 дома абсолютно ясна. Я не буду называть конкретных сроков, чтобы потом их не менять. Это октябрь, ноябрь, 15 ноября. Но я абсолютно уверен, что до Нового года, а скорее всего еще до декабря, 9-10 дома в Серебряном ручье будут сданы. Этот вопрос практически решен. То есть я не знаю, что должно случиться там, ну, бывают всякие черные лебеди, что-то там, и так далее. Чтобы это не случилось, я думаю, что все-таки эти дома будут достроены. По поводу бизнес-центра, его продажи и вот этих главных вливаний в достраивание домов, которые находятся в значительно меньшей степени готовности, чем 9-10, тут процесс идет, но опять опасения, опять юридические моменты, опять еще что-то возникло. Это, конечно, понятно с точки зрения того, что подобная сделка совершается в Российской Федерации впервые. И боязнь чиновников попасть там под молох правоохранительных органов, там какой-нибудь прокуратуры, которая проверит и выявит там злоупотребление, достаточно высока. Однако тут появляются некие риски для самого дорогого Ради Фаридовича, хотя выборы уже прошли, и слава богу, но все-таки он обещал вот эту схему, он все-таки был ее застрельщиком. Ну, посмотрим, дольщики надеются, что Хабиров свое слово сдержит. Ну, собственно, и я тоже надеюсь, потому что тут уж очень много людей в это задействовано, очень многие судьбы и многие истории завязаны на эту сделку. Кроме всего прочего, на прошедшей неделе стало известно еще об одном процессе, который связан с Серебряным ручьем с одной стороны и с господином Филипповым с другой стороны. Мы уже немножко начали забывать о том, что процесс Филиппова так и продолжается, там проскакивали некоторые новости, собственно, их стало в разы меньше, я не знаю, что там влияет, но вот про Филиппова перестали говорить. Последнее, что нам рассказали, это то, что он там в процессе обсуждения в суде попытался снизить сумму вменяемого ущерба с миллиарда до 10 миллионов, что, собственно, для Уголовного кодекса примерно одно и то же. Но тут еще одна история. Дело в том, что Серебряный ручей инициировал, я имею в виду, компанию Крона, инициировало уголовное дело в отношении господина Филиппова по факту его воспрепятствования действиям и коммерческой деятельности Кроны. Это та история, когда Филиппов пытался прекратить договоры аренды земельных участков, на которых стоят дома жилого комплекса Серебряный ручей, и вот в результате этих препятствий Крона долгое время не могла продавать квартиры. И, в общем, компания Крона оценивает ущерб, который нанес с ними действиями Филиппов и его люди, примерно в 100 миллионов рублей. Однако недавно, по-моему, 21 августа, я получил эти документы буквально на днях, появился некий проект постановления о прекращении уголовного дела в отношении господина Филиппова именно по этому эпизоду. 34-страничный документ, с которым мне удалось, я его осилил, ознакомиться. Это, в общем-то, сага о форсайтах, в которой описаны все перипетии вот этих событий, как кто кому препятствовал, когда какие договора отзывали, назначали, что там кто у кого вымогал или не очень. В итоге следствие пришло к глубокомысленному выводу о том, что Филиппов и его команда, а также неустановленные лица из числа сотрудников мэрии, вот это всегда меня очаровывала формулировка, неустановленные лица из числа сотрудников мэрии подписали какие-то документы. Так вот, следствие пытается отрицать вину господина Филиппова, мотивируя тем, что он и его команда, а также вот эти невыясненные, неопределенные лица в мэрии действовали согласно закону, не имели корыстных интересов и так далее, и так далее. Это, конечно, очень настораживает. В том смысле, что если следствие встает на сторону господина Филиппова, то это все признаки того, что дело об этом вот этом вот пресловутом миллиарде, скорее всего, тоже будет развалено, и никакой особой справедливости, наверное, мы в ближайшее время не увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова